Продолжаем путешествие вокруг Ладоги. Впереди разводной мост через Свирь. Мост протяженностью более 200 метров построен в 1972 году. Он имеет лифтовую конструкцию, придут для прохода судов. Вот официальный въезд в Карелию. Покидаем Мурманскую трассу, поворачивая в Олонец. Название образовано от названия реки Олонка, возможно от финского Аланка Низина или древневепского Алнус, также Низина. Нормативное ударение в русском языке на вторую гласную Олонец, однако ударение на последнюю гласную Олонец распространено, присутствует в словарях и допустимо. Маленький Олонец, он же Олонец, старейшее поселение Карелии. Поскольку город впервые упоминается в 1137 году в летописях, а на начало 18 века вообще был единственным торговым, военным и административным центром Карелии, то совершенно невозможно понять, как древний и богатый Олонец умудрился растерять почти все исторические памятники. Красоту и мощь Олонской крепости можно попытаться почувствовать в Национальном музее Карелов-Ливиков, там выставлен ее макет. Олонецкая крепость сгорела в пожаре 1741 года, была разобрана и более не возобновлялась. Музей очень домашний, цена символическая 60 рублей. Смотрители очень добрые. Несколько помещений с предметами быта от разных сословий. Выставка карельских умельцев и художников и милая выставка новогодних игрушек. С 1828 года архитектурные и духовные доминанты города, а также его самого фотогеничного объекта играет церковь Смоленской иконы Божьей Матери, расположенной на острове в месте слияния рек Олонки и Мегреги. Место очень красивое, особенно в сочетании с подвесными мостами. Двигаемся в сторону Сартовала. Почти по берегу Ладожского озера. Места потрясающе красивые. Пропадает мобильная связь. Народу очень мало. Но что поражает, что даже в таких пейзажах наши люди умудряются устроить помойку. Это просто удручает. Как и дорога от Таланца до Петкеранта. Хотя надеюсь, что это исправится, так как во многих местах идут ремонтные работы и настоящая реконструкция трассы. Поэтому постоянно меняются предупредительные знаки. Аварийно-опасный участок меняется на дорожные работы. Наоборот. Продолжение следует... Наконец, мы в Сартовала. Роги в центре еще хуже, чем на окраине. Город состоит из двух частей, разделенных заливом. В южной половине находятся вокзалы и предместия. В северной части исторические центры и пристани, откуда начинается водный маршрут на Валаан. Две части города соединяет Карельский мост, который был в свое время самым длинным в Финляндии. Название Сартовала почти калька со шведского Сартовала. Первое поселение тут возникло в XII веке, но его быстро уничтожили шведы. В русских источниках место упоминается как Сердовольско-Никольский погос в 1500 году. Как городское поселение, Сартовала основана шведами в 1632 году. Во время Северной войны город был сильно разрушен. Вновь Сартовала получила статус города только в 1783-м от императрицы Екатерины II Великой. Правда, город был переименован в Сердоволь и носил это имя до 1918 года, когда Финляндия отделилась от России, и город снова стал финским. После Советско-финской войны 1939-1940-х годов Сартовала отошла к СССР. После ночевки в забавном мини-отеле Ярве гуляем по городу. Продолжение следует... Большое впечатление производит музей Крониды Гоголева. Выдающаяся личность, профессиональный художник, работавший в уникальной манере, известен на весь мир. Основная часть произведений, находящихся в экспозиции, скульптурный рельеф в дереве. Материал в основном липа, но есть множество других из разных мест планеты. Работа находится в разных музеях, коллекциях по всему миру. Умер в 2013 году, фондом занимается дочь. Место обязательно для просмотра. Музыка. 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 Далее едем в горный парк Рускеала и к водопадам. Затем Петрозаводск, где еще одна ночевка. Это будет в третьей серии. Музыка. 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 Продолжение следует...